МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы и ответы. Мэр города встретился с молодыми специалистами. Адаптация, я считаю, пользина. Что интересует новоиспеченных работников? По судьбоносным рельсам. За прошедшие выходные на железной дороге погибли 4 человека. Не все зависит от профессионализма стражей порядка. О чем должен помнить каждый? Декрет-секрет. С февраля вырастут пособия по уходу за детьми. Нам хватает. Мы никогда не жалуемся. Как государство заботится о будущем страны? А также приоритетное направление, повторная аккредитация и квадратные метры. Более 5000 квартир для многодетных семей планируют построить в этом году. Сколько жилья было возведено в 2023-м? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. До главного политического события года меньше месяца. 25 февраля пройдет единый день голосования. В стране стартовал новый этап кампании. С 31 января кандидаты в депутаты могут проводить агитацию в форме собраний, пикетов и митингов в уведомительном порядке. Также разрешается встречаться с избирателями в помещениях, которые определены исполкомами. Можно изготавливать печатные материалы. Этот этап электоральной кампании продлится до 24 февраля включительно. На 110 депутатских мест в Палате представителей на сегодняшний момент будут претендовать 265 человек. Из них 10 граждан до 31 года. Самому молодому 23. 92 выдвиженца – женщины. Маршрут предельной внимательности. Объекты железнодорожного транспорта – источник повышенной опасности. За прошедшие выходные железная дорога унесла жизни 4-х человек. Всего за первый месяц 2024-го на путях погибли 6 граждан. Еще двое получили травмы. Всему виной нарушение правил безопасности и проявленная беспечность. Сотрудники МВД постоянно напоминают о необходимости предельной внимательности. Наряды из числа милиционеров по сопровождению поездов, мобильные группы по отработке станций и остановочных пунктов, группы по досмотру багажа и ручной клади пассажиров в полной мере способны обеспечить правопорядок, то в части предупреждения фактов травмирования людей, к сожалению, не все зависит от профессионализма стражей порядка. Важно помнить, пересекать железнодорожные пути необходимо только в предназначенных местах, убедившись в отсутствии поезда. Запрещено заходить за ограничительную линию у края платформы, за исключением посадки вагон и высадки. Нельзя подлезать под транспорт, перелезать через автосцепные устройства и забираться на вагоны. Вблизи путей также следует отказаться от использования телефонов и наушников. Утвержденный план, ценные образования и обязательная процедура. Все медучреждения страны должны будут пройти повторную аккредитацию. Что будут проверять? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. В 2024-м Банк развития направит на финансирование госпрограмм 1 млрд 354 млн рублей. Более 304 предусмотрено на кредиты для инвестиционных проектов. Основная часть – на аграрный бизнес. Для сравнения, в прошлом году первоначальный объем средств достигал 1 млрд 143 млн рублей, но в течение года его увеличили еще на 700 млн. Прирост был направлен на приобретение техники. Минский моторный завод планирует поставлять свою продукцию в Курск. Двигатели внутреннего сгорания будут применять для выпуска энергоустановок для медучреждений сфер ЖХК и сельского хозяйства. Примерно треть отечественных моторов поставляют за рубеж, преимущественно в Россию. Беларусь – единственная страна в СНГ, где налажено такое производство. География поставок постоянно расширяется. В Беларуси в этом году планируют построить более 5000 квартир для многодетных семей. Возведение жилья для этой категории граждан – приоритетная задача государства. В 2023-м для них было построено почти 8,5 тысяч квартир. На улучшение жилищных условий направлено более 8 тысяч семей. Всего же по итогам прошлого года в стране ввели в эксплуатацию примерно 4 млн 200 тысяч квадратов. Все государственные больницы, клиники и другие медучреждения страны должны будут пройти повторную аккредитацию. Процедура поможет установить соответствие базовым стандартам уровня оказания помощи. Учреждениям, которые не пройдут тестирование, будет отказано в государственном финансировании. В этом году 263 учреждения образования страны будут готовы открыть свои аудитории для выпускников школ. Планируется принять около 40 тысяч человек на уровень среднего специального образования. Из них порядка 28 тысяч за счет бюджетных средств и примерно 27 тысяч на уровень профессионально-технического. Порог для приема на условиях целевой подготовки более 50%. Разговор по душам. Председатель горисполкома встретился с молодыми специалистами. Локацией стал новый детский сад в микрорайоне Киселевичи, который вот-вот распахнет свои двери для маленьких воспитанников. Здесь трудятся строители Бобруйского завода КПД. На социально значимом объекте Игорь Кисель пообщался с молодыми кадрами предприятия. Они задействованы как на стройобъектах, так и в разработке документации. У многих есть желание работать и в дальнейшем закрепиться на первом рабочем месте. Традиционные темы встречи, условия труда, жизни и досуга. Нужно было привыкнуть к коллективу, привыкнуть к работе в целом, к обстановке. В целом все хорошо, адаптация, я считаю, пройдена и как бы все налажено. Коллектив принял отлично, со всеми познакомилась, вместе работаем, очень много помогают. Вот это нравится, я думаю, даже оставаться дальше. Такие неформальные мероприятия с руководством города уже традиция. Для тех, кто только начинает свой путь, это отличная возможность обсудить волнующие темы и получить совет. Прошлой осенью Александр Лукашенко анонсировал создание официального реестра перевозчиков. На днях был подписан соответствующий указ. Жесткие меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров. Сотрудники ГАИ в Бобруйске держат руку на пульсе и внимательно следят за ситуацией на дорогах. В рейд отправилась и наша съемочная группа. В районе авто и ЖД вокзалов немноголюдно. В пять вечера все спешат домой. К родным и близким людей отвозят белые маршрутки и легковушки с шашечками. Однако сотрудники ГАИ не дремлют, тормозят машину за машиной и проводят тщательную проверку. Смотрят документы, напоминают о правилах перевозки пассажиров. Нарушений не обнаружено. Бобруйские водители добросовестно относятся к своей работе. О пассажирах и о других водителях мы заботимся в первую очередь. Потому что мы все участники движения и без этого никак. Пассажиров всех пристегиваем, обелечиваем. Так что все в порядке. Не осуществляем движения, пока не пристегнутся все полностью в салоне. В том числе и водители. Так далее, тому подобное. Никуда никуда не спешим. На желтый не пролетаем. Вежливо общаемся, в принципе. Элементарные вещи делаем. Несмотря на положительную статистику, нарушители иногда бывают. За 2023-й в Бобруйске к административной ответственности привлечены 532 маршрутчика. Из них 74 водителя не соблюдали условия перевозки пассажиров. Четверо нарушили правила обгона. 155 проехали на запрещающий сигнал светофора. Госавтоинспекция напоминает водителям маршрутных транспортных средств и такси. Будьте предельно внимательны и осторожны. На вас лежит ответственность за жизнь и здоровье перевозимых пассажиров. Игнорирование правил дорожного движения может привести к совершению ДТП и серьезным последствиям. А также влечет за собой ответственность в предусмотренную законодательством. Ноу-хау коснется городских и междугородных маршруток, такси. Основной приоритет – обеспечить безопасность людей и легализовать работу водителей. За 9 месяцев 2023-го в стране проверено свыше 10 тысяч автомобилей. Нарушений – более 9 тысяч. В Бобруйске за октябрь-декабрь прошлого года изъято 6 авто. Кто не включен в данный реестр, оказывается вне закона. Его деятельность будет выявляться и пресекаться контролирующими органами. То есть тебе разрешили перевозить людей такси и маршрутками? В реестры ты иди вози. Правила будут тоже установлены. Если тебя там нет и, не дай бог, ты занимаешься этими перевозками, к Убракову и к Тертелю там места еще у нас есть. Жесточайшим образом надо пресекать это, чтобы понимали. В реестр будут включены сведения об автомобильных перевозчиках, о транспортных средствах, о водителях, о диспетчерах в нерегулярном сообщении, о диспетчерах такси. Установлено, что является незаконной и запрещается транспортная деятельность, а также деятельность водителей в нерегулярном сообщении без включения в реестр. За включение в реестр указом предусмотрена госпошлина. Нововведение в виде официального реестра позволит выдохнуть спокойно. Теперь можно точно знать в лицо того, кто отвечает за безопасность. Правила созданы не для того, чтобы их нарушать. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Максим Калинин, Бобруйск, 360. В Беларуси с февраля вырастет пособие по уходу за детьми. С точки зрения госполитики, это инвестиции в будущее. Для родителей – финансовые ресурсы, которые помогают решать многие вопросы. В семье Пантелеевых-Каладинских четверо детей. 13-летняя Доминика, 8-летняя Даниэлия, Дарамиру пять, а маленькой звездочке Дальмире всего два месяца. Сейчас мама в отпуске по уходу за ребенком. Сегодня государство, по словам титулованной мамы, принимает самые серьезные меры для повышения рождаемости. Всячески поддерживает материнство и детство. Хватает. Мы никогда не жалуемся, мы, в принципе, даже ни в чем не отказываем своим детям, своей семье. Все, что вот они хотят, мы стараемся, чтобы у них все было. Поэтому я думаю, что государство для нас делает очень хорошую поддержку, помощь и поддерживает многодетные семьи. И льготные кредиты, и семейный капитал, все это и содействие в строительстве жилья. Я все это на себе ощутила, очень благодарна. И, конечно же, это очень чувствуется, потому что большая семья и какая-то поддержка со стороны именно государства очень нужна. Пособие на детей, которые выплачивает государство – хорошее подспорье для семейного бюджета. С 1 февраля выплаты по уходу за ребенком в возрасте до трех лет вырастут. На первого ребенка показатель поднимется до 724 рублей, на второго и последующих будут выдавать 828. Сразу после нас сирена моя коллега Кристина Ариян со взором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!